Здравствуйте! Наступает Новый год, а это значит, что пришло время варить холодец. На холодец я беру мороженое мясо, курицу, телячьи ножки порубленные, вот такие уже запакованные, готовые, и вырезку с говяжьей ноги. Это вот что касается мяса. Две луковицы в кожуре, корень петрушки, лавровый лист, желатин, перец горошком и соль. Мясо помыли, порезали на крупные куски и начинаем закладку в скороварку. Ровненько всё укладываем, а сверху специи. Петрушку, лук, лавровый лист и перец горошком. Заливаем скороварку водой, обычной, из-под крана, примерно на три четверти. Теперь солим. Раз, два, три, четыре, пять. Я обычно беру на 10-литровую скороварку 5 чайных ложечек соли. Закрываю. Проверяю клапаны. Ставлю и даю сильный огонь. Примерно через 45 минут холодец закипит. Я уменьшу огонь до минимума, опущу клапан и засеку 4 часа. Холодец считается готовым, когда мякоть отходит от кости. Прошло 4 часа. Пришло время заняться желатином. Высыпаем его в кастрюльку. Заливаем тёплой водичкой. Немного. Тщательно размешиваем и оставляем для набухания. Дадим холодцу остыть час-другой. Посмотрим, если клапан не опустился верхний. Мы сами опустим его. И начинаем потихоньку открывать. Потихоньку, потихоньку. Осторожно, он горячий. Вот такой цвет красивый получился. Золотистый. Достаем содержимое. Лук в кожуре. Обратите внимание, что вот именно этот нечищенный лук даёт очень красивый цвет холодцу. Я никогда не чищу лук, когда добавляю. Некоторые добавляют приправы по своему вкусу. Существуют даже специальные приправы для колодца. Всё на любителя. Кто как любит. Режу всё. Походу разделяю на волокна. Отходы я не выбрасываю. Собираю в маленькую баночку для дворовых котиков. Собак в Израиле нету. Бродячих. Есть только коты. И вот все их стараются подкармливать. Они очень любят. Добавляем желатин. И размешиваем всё. Потрем чесночок немножечко. Я люблю тереть его. И раскладываем в холодец по контейнерам. Судочком. Так, чтобы было ровно. Хватило на все мои формочки. Ровненько. Так, холодец разложили. И теперь равномерно раскладываем в каждую формочку чесночок. Чтобы не было больших комочков. Начинаем разливать бульон. Разливаем через ситечко, чтобы бульон был прозрачным, чистеньким. Итак, разливаем. Смотрим, чтобы хватило его на все контейнеры. Чтобы ровно было. Не больше, не меньше. Так, посчитать, чтобы всё хватило. Холодец разлили. Теперь мы его поперчим немножко. Ну, или много, кто как любит. Закрываем крышечками. И даём ему остыть. Как только он остынет, мы убираем его в холодильник. Где-то на сутки. Потом можно пробовать. Вот и всё. Продолжение следует.